Конкретные цели, конкретные результаты. В национальном плане развития определены задачи, которые будут стоять как перед правительством и госорганами, так и крупными организациями. В целом документ состоит из 12 стратегических направлений. Это план, по которому будет развиваться страна до 2025 года. Среди целей ежегодный рост экономики на уровне 5%, увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП до 35% и улучшение качества жизни населения, что повысит среднюю продолжительность в стране до 75 лет. В документе обозначены ключевые направления и основные мероприятия. От качества их реализации будет зависеть, каким будет Казахстан в среднесрочной перспективе. Это понятно. Поэтому неотъемлемой частью нацплана должна стать подробная карта стратегических показателей, закрепление за каждым государственным органом и крупные организации показатели, которые они должны достичь в каждый конкретный год. За каждым руководителем будет закреплен перечень конкретных показателей. Их значение не должно быть оторвано от реалий. Но в то же время нельзя ставить легко достижимые, немотивирующие индикаторы. В совокупности все индикаторы должны отражать достижение нашей главной цели, повышение уровня конкурентоспособности страны и вхождение в число развитых стран мира. Особые требования предъявляются к государственному аппарату. Он должен работать эффективнее и стать более открытым. Все предъявляемые критерии отражены в документе под названием «Концепция развития госуправления до 2030 года». Президент подчеркнул, основные положения этой концепции должны быть реализованы в течение пяти лет. Во главу угла документа поставлен гражданин нашей страны, его благополучие. При этом его реализация позволит провести перенастройку всего госаппарата для успешного проведения реформ. Нужно разработать план действий по реализации концепции с выделением соответствующего финансирования. Основные системные меры должны быть реализованы уже в текущем году. Передать часть отраслей экономики в конкурентную среду еще одна задача, поставленная перед правительством. Ее позволит решить план приватизации, рассчитанный на 2021-2025 годы. Присутствие государства в экономике не должно превышать 14%, отметил президент. Касым Жамартукаев дал поручение правительству выработать механизм общественного контроля над реализацией объектов и возобновить программу «Народное IPO». Включено 730 организаций. Вообще цифра внушительная. Но, как показал опыт реализации предыдущей программы приватизации, она была перенесена на более поздний срок. Были этому и объективные причины. А часть приватизируемых объектов и вовсе была исключена из плана. Поэтому важно четко следовать плану. Здесь необходима жесткая позиция правительства. Нельзя допустить, чтобы приватизация приводила к возникновению частных монополий, о чем я сказал 26 января на расширенном заседании правительства. Что касается крупных компаний, следует максимально использовать инструмент IPO. Именно этот инструмент должен быть приоритетным. Следует возобновить программу «Народное IPO», реализуя акции в первую очередь физическим лицам, гражданам Казахстана. Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны все же имел возможность получить часть национального богатства. Чтобы государство четко понимало, какие именно ресурсы потребуются для реализации новых проектов, необходимо обновить и актуализировать статистические данные. Для этого президент поручил провести перепись населения. Она пройдет в октябре этого года. Результаты должны быть опубликованы к середине 2022. Исследования необходимо провести с использованием цифровых инструментов с учетом ограничений в период пандемии, добавил президент. Важно содержательно наполнить опросники для получения максимальной аналитической отдачи данного мероприятия. Но, с другой стороны, перегружать граждан большим количеством вопросов тоже не стоит. Нужно абсолютно оптимально подойти к проведению переписи с тем, чтобы она действительно реально отражала текущее состояние с разных точек зрения. Свой комментарий по обсуждаемым документам озвучил советник главы государства, авторитетный международный эксперт, курирующий работу Высшего совета по реформам. Я очень доволен, что это документ, с которым можно работать. Это важный проект, который отражает результаты в рамках международных обязательств республики, ООН, изменение климата. Все, что надо учитывать. Нам нужен план, график мероприятий по плану до 2025 года. И надо установить план коммуникаций и распределения ответственности. Я полностью поддерживаю нынешнюю структуру планирования. Во время этого заседания участники Высшего совета по реформам также обсудили пакет срочных мер. В него вошли пункты по упрощению и снижению налоговой нагрузки и включение микрофинансовых организаций в программы субсидирования дорожной карты бизнеса и других проектов. Ожидается, что эти нормы вступят в действие 1 июля.